Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. И сегодня будет самое крутое видео на всем русскоязычном ютубе, ребята, потому что смотрите, что у нас здесь, ребята. Перед тем, как я расскажу, что здесь находится, ребята, не забудьте подписаться на мой канал, сделать красную кнопку, серую, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Ну и, конечно, вы знаете, больше лайков чаще видео. Итак, ребята, здесь в этих флакончиках зелье. Три абсолютно разных зелья, которые я заказала на сайте Даркнет, ребята. И что это за зелье, ребята? Как думаете, прямо сейчас проходит голосование в сообществе? Что это за зелье? Потому что сегодня мы будем пробовать одно из них, а остальные в следующих видео, ребята. И самое интересное, что сегодня я решила не пробовать это зелье, а зелье будет пробовать мой оператор Дима. Подожди, стоп, это я буду его выпивать? Вы часто слышите его голос за кадром. А сегодня я решила сделать так, чтобы он выпил зелье Чаки. Зелье куклы Чаки. И сегодня, дорогой мой, тебе предстоит превратиться в самого Чаки. Кто не знает о кукле Чаки, это такой серийный убийца, который вдруг попал в магазин игрушек какой-то и вселился при помощи какой-то вуду магии, произнес какое-то заклинание и заселился, собственно, в куклу. И после этого эта кукла Чаки с ножом мочила всех подряд. Итак, ребята, это зелье Чаки. Та-дам! Каждый из этих зельй на сайте Даркнет стоит 500 штук баксов. 500 баксов, а совместно я потратила на все это зелье. Полторы штуки баксов, ребята, согласитесь, это весомая трата денег. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы увидеть, наконец, что у нас получится. Ладно, эти зелья два я уберу на потом. А сейчас, прямо сейчас, я дам попробовать это невероятное зелье своему другу Диме. Так, ты готов, Дим? Да. Та-дам! Итак, как мы рассчитываем? Мы рассчитываем то, что это зелье, ага, оно уже с какой-то реакцией. Мы рассчитываем на то, что зелье превратит его в куклу Чаки, такую маленькую куколку на ножках. И, собственно говоря, ты что, уже пьешь? И, собственно говоря, в принципе, никакой опасности он не должен. Ну, как бы, ну, мне, по крайней мере, должно быть не очень сильно страшно, потому что, ну, что бояться-то маленькую куколку с ножом. В общем... Что-то оно желтое, оно воняет, как бы... Чем пахнет, чем? Чем-то, короче, пахнет. Непонятно, да, я понюхаю. Мочок какая-то. А ты как хотел, да, реально, пахнет жуть как. Короче, ребята, на счет раз, два, три. Дима пьет это зелье, давай. Он пьет, ребята, это просто жесть. Ты все, не выпивай, что, обалдел? Ну как? Как на вкус? Тихо, тихо, тихо. Че, ребят, он что-то блеванул. Дима, как ты? Ну, ничего, ничего. Да нормально, нормально, ребят, я думаю, все должно быть нормально, потому что, в любом случае, это зелье действует, ну, как, ну, около часа, да? Не больше. Ты куда пошел? Че случилось? Дим? Дим? Че такое? Че случилось? Дим? Э? Дим, открой. Черт, ребята, я не знаю, что случилось. Сразу же после того, как Дима выпил это зелье, он зашел домой и закрылся. Дим, как ты там? Я не знаю, может быть, он уже начинает трансформироваться? Дим, ты как там? Я не знаю, возможно, он уже начинает трансформироваться в маленького Чаки. И совсем скоро эта дверь откроется, и мы увидим реального Чаки, мы увидим, как это зелье сработало, и мы увидим, что в итоге получилось. Дим, ты как там, нормально? Послушайте, что-то стало тихо, он перестал кашлять, перестал чихать. Мне кажется, уже что-то происходит, как вы думаете? Как из такого огромного-огромного человека, как Дима, может вдруг сделать маленький-маленький Чаки? Вы думаете, это вообще возможно или нет? Представляете, сейчас выходит, я вот так вот направлю камеру, выбегает такая маленькая куколка Чаки с ножом или с молотком в руках, то есть что-то типа такое, потому что я даже, в принципе, не могу даже себе представить, что может быть получиться после того, как выпить это зелье. И вы знаете, впервые, впервые это зелье пью не я, а пьет мой оператор Дима. Он вообще, в принципе, неподготовленный человек к тому, чтобы употреблять это зелье. Но сегодня я его очень-очень попросила это сделать, потому что я хотела увидеть, в принципе, как оно влияет на других людей, а не на меня. Потому что я заказывала на свое имя. Возможно, они специально что-то там делают, я не знаю. Давайте еще раз проверим. Дим, ты как там? О-о-о-о-о-о, слышите? С ним что-то происходит. Жесть. Слушайте, что это за звук? Офигеть, он рычит. Ребята, он рычит. Черт, 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 походу. Дим, ты в порядке? Слушайте, это смех Чаки. Черт, здесь есть дырочка. Дим, черт, ребята. Походу, он выходит. О-о-о, господи. Стой, 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 Чаки, стой. Черт. Черт. Ребята, я думала выйдет обычная кукла, а вышел огромный Чаки. Черт, ребята, это реально огромный Чаки. Дима трансформировался в огромного Чаки. Черт. Черт, ребята, я не знаю, что он может сделать со мной. Куда ты, Дим? Блин, нам надо его поймать. Дим, куда ты? Чаки, стой. Чаки. Ребята, это просто жесть. Я думала, будет маленькая кукла. А здесь огромный, целый человек Чаки. Блин, он побежал в лес. Он побежал в лес. Черт. Черт, 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 черт. Блин. Я устала. Черт. Черт, ребята, смотрите. Он уронил свой молоток. Уронил свой молоток. Чаки, это ты? Блин, я не знаю, как с ним говорить. Нет. Дима слышит меня. И нет. Чаки, это ты? Блин, оставлю пока. Блин. Надо что-то придумать. Чаки. Черт. Нельзя его отпускать. Мало ли, куда он пойдет. Мало ли, кому он может здесь наглядить. Чаки, куда ты? Чаки, стой. Черт. Чаки, иди ко мне. Нам надо как-то его поймать. Чаки, иди ко мне. Блин, надо что-то придумать. Я не знаю, что придумать, блин. Чаки. Черт, ребята. Это нереально. Просто жесть. Я не могу даже слово сказать. Я не знаю, что-то происходит. Я не знаю. Чаки. Чаки, это ты? Черт, ребята. Походу, он пошел обратно. Нет, он стоит. Я не знаю, что делать. Будем с вами импровизировать. Чаки. Стой. Чаки. Ты должен пойти со мной. Чаки, это ты? Блин. Что делать? Черт, черт, черт. Черт, черт. Куда ты? Да стой ты, черт. 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 Что сделать, ребята? Нам нужно как-то его поймать. Я не знаю, что делать, блин. Он обратно побежал. Черт. У меня с собой молоток. Я не знаю, может, как-то его припугнуть. Черт. Черт, черт. Чаки. Стой, стой. Стой. Видишь, что у меня в руках? Так, слушайся меня, понял? Слушайся меня. Че ты делаешь? Черт, ребят. Я жесть как боюсь. Это очень страшно. Стой. Слушай, нужно что-то придумать. Слушай, Дима, это не ты. Нам нужно на какое-то время. А я знаю, что придумать. Ты сейчас сядешь в клетку у меня. Ты понял? Иди назад. Слушайся. Иначе мне придется воспользоваться этим оружием. Иди назад. Иди назад. Черт, сейчас я передохну. Нам надо как-то его загнать в клетку. Нам нужно его как-то загнать в клетку. Чаки, успокойся. Иначе мне придется применить оружие. Успокойся. Черт. Как же страшно. Как же страшно, ребят. Черт. Я придумала. Сейчас я его закрою в вольере. Слушайся меня. Иди назад. Иди назад. Черт. Иди назад. Бешеная кукла. Куда ты? Черт. Черт. Надо его как-то загнать. Черт. Блин. Мне так страшно. Я не знаю, как его загнать в клетку. Черт, он исчез. Блин. Что делать? Чаки. Чаки, где ты? Черт. Стой. Слушайся. Иди назад. Иди назад, я сказала. Назад. Назад, сказала. Иди назад. Пожалуйста. Слушайся. Слушайся. Нам надо потерпеть, ребята, только час. И он обратно превратится в Диму. Иди назад. Назад. Назад, я сказала. Назад иди. Иди назад. Иди назад, кому говорю. Иди. Иди назад. Открывай клетку. Открывай клетку. Открывай эту клетку. Открывай, заходи, 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 черт, 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 посиди там часок, подожди пока зелье перестанет действовать, посиди чуток, жесть. Черт, ребята, нам нужно подождать всего сейчас, чтобы зелье чаки перестало действовать на Диму. Господи, ребята, это так сложно было, я, наверное, больше не буду никогда зиме деле давать, он просто сумасшедший. Когда выпьет зелье, смотри, что он делает. Успокойся, нужно подождать чуть-чуть, нужно чуть-чуть подождать. Ох, ребят, прошел уже час, нужно проверить, как там Дима. Да, зелье жуткое оказалось, у нас еще два, ребят. Но Диме я их давать уже больше не буду, буду пить сама, потому что слишком, слишком страшное чудовище превращается. Ладно, пойдемте проверим. Сейчас, как стол. Хорошо, слава богу. Ребята, Дим, Дим, ты в порядке? Дим, выходи. Все, выходи. Что происходит? Все. Ребята, это просто жесть. Ты в норме? Нормально себя чувствуешь? Я что, пил зелье? Нет, блин, я выпила. Слава богу, что это закончилось, потому что я больше не буду тебе давать никакого зелья. Это слишком опасно, ребят. Надеюсь, что вам понравилось это видео, я чуть с ума не сошла. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч в новых видосах. Пока.